Сегодня я расскажу чуть подробнее о долгосрочных визах в Соединенные Штаты и чуть подробнее остановлюсь на инвестиционной программе ИБИ-5. Сейчас позвольте поделиться своей презентацией. Сейчас должно быть все отлично. Итак, несколько слов обо мне. Я являюсь коммерческим директором компании Second Wind и имею более 12 лет опыта в работе с миграционным законодательством. Первоначально я работала с законодательством Российской Федерации и более 3,5 лет работаю с инвестиционной миграцией в Соединенные Штаты. Наша компания Second Wind располагается в Москве и мы специализируемся на программе ИБИ-5, инвестиционная программа, которая отдает право получения грин-карта США через инвестиции. Мы всегда выделяем свою специализацию и гордимся тем, что мы являемся единственными сертифицированными ассоциацией региональных центров США, компаний в России и странах СНГ. Специализация по программе ИБИ-5 очень важна, на наш взгляд, за счет того, что принцип работы программы значительно отличается от программ, работающих в странах Европы или Карибского бассейна. Здесь коротко перечислены наши партнеры публикации и выступления, но на них мы останавливаться не будем. А остановимся чуть подробнее на этой замечательной табличке, на которой перечислены все основные типы долгосрочных виз. Ну, думаю, что будет очень уместно на этом слайде проговорить о том, что происходит сейчас в текущее время, в общем и целом, со всеми визами в США. К сожалению, на данный момент времени консульства для приема заявок на новые визы закрыты. На прошлой неделе консульство начало принимать заявления от граждан США, поэтому очень надеемся, что до конца года они возобновят свою работу. Также действуют приказы президента Дональда Трампа, которые приостанавливают выдачу виз по большому количеству неиммиграционных и иммиграционных виз. Программа EB-5 инвестиционная внесена в список исключений из этих приостановлений. Итак, перед тем, как углубляться в типы виз, расскажу об основных категориях. Это неиммиграционные визы и иммиграционные визы. В чем отличие? Неиммиграционные визы предполагают получение в вами документа, который позволяет пребывать на территории Соединенных Штатов, пока основание, на основании которого вы его получили, продолжает существовать. Дополнительными типами виз, которые являются неиммиграционными, являются туристическая виза и учебная. Ну вот, на примере учебной визы, наверное, проще всего объяснить принцип неиммиграционной визы. Пока вы учитесь в Соединенных Штатах, вы можете оставаться там на учебной визе. Как только вы закончили свое обучение, вы либо должны поступить на стажировку, либо покинуть территорию Соединенных Штатов. В свою очередь, иммиграционные визы, они ведут к получению грин-карты. Грин-карта, по сути, это вид на жительство для проживания в Соединенных Штатах. И при проживании в США более пяти лет на основании иммиграционной визы, то есть грин-карты, у заявителя возникает право на получение гражданства. Итак, коротко пройдемся по основным категориям. Первая категория, которую мы рассмотрим сегодня, это рабочие визы. Существует неиммиграционный тип визы, это виза H1B и иммиграционная виза EB2 и EB3. Основным требованием и для первой визы, и для второй является наличие работодателя, который возьмет на себя оформление всех документов и спонсирование заявки от аппликанта. При этом также нужно отметить, что количество заявлений на данные типы виз растут очень сильно последние несколько лет, а количество выдаваемых виз ограничено за счет имеющихся квот. Поэтому визу, например, H1B сейчас получить очень сложно. Даже не последний год, а в принципе последние 3-4 года. Квота существует на выдачу данного типа виз 65 тысяч и плюс 20 тысяч для тех, у кого есть мастер дегри. И для примера, в прошлом году количество заявлений по данной категории виз от компаний было около 270 тысяч. То есть каждый четвертый получает одобрение. Следующая категория – это визы для людей с выдающимися способностями. Здесь также есть два типа виз. Это неиммиграционная виза О1 и иммиграционная виза EB1A. Виза О1 требует приглашения от работодателя в Соединенных Штатах, но процесс значительно легче, чем по визе H1B. Виза EB1A не требует приглашения от работодателя, но достижения кандидата должны быть гораздо более значительными. Примеры профессий, которые могут оформить себе документы через данный тип визы – это художники, спортсмены, музыканты, также это может быть выдающийся парикмахер и кулинар. Существует список критериев, по которым аппликант может посмотреть, есть ли у него соответствующие награды, публикации в статьях, участие в жюри, профессиональных конкурсах или членствах в профильных организациях. И вместе с адвокатом уже определится, достаточно ли этих достижений для оформления документов. Следующая категория виз – это визы предпринимателей. Основное требование для этой категории виз – это L1 и B1C – это наличие бизнеса за пределами Соединенных Штатов. То есть вы должны показать, что вы уже состоявшийся успешный предприниматель и открываете представительство в Соединенных Штатах, либо покупаете компанию для ее развития. Виза и B1C предполагают либо наличие вашей компании в США, в которой уже как минимум существует 10 сотрудников, и компания работает более одного года и может показать свой доход чистый желательно от 60-70 тысяч долларов, либо инвестор может рассмотреть покупку компании в Соединенных Штатах и на основании этого оформить документы себе. И последняя категория – это инвестиционные визы. Здесь у нас также есть два типа виз. Это виза И2 и виза ИБ5. Виза И2 является неиммиграционной визой. И доступно для граждан тех стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами. У России, к сожалению, данного соглашения нету, но такое соглашение есть у Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Израиля. Ну, из тех стран, которые находятся относительно близко к нам. Для граждан России можно рассматривать вариант получения визы И2 через промежуточное гражданство. На данный момент времени достаточно быстро можно оформить промежуточное гражданство в таких странах, как Турция, Гренада и Черногория. По визе И2 требуется открыть свой собственный бизнес или купить небольшую компанию или купить франшизу. На основании этого оформляются документы. И пока ваш бизнес работает, существует и генерирует прибыль, вы сможете продлять данный тип визы. Но сколько бы вы ни жили на территории Соединенных Штатов на основании этой визы, возможности перехода прямого на гражданство у этой категории визы нету. И следующая виза – это инвестиционная виза EB-5. Эта программа нацелена на привлечение денежных средств в экономику США и создание рабочих мест. Сумма инвестирования четко прописана в законодательстве. На настоящий момент времени она составляет 1,8 млн для проектов, которые находятся в любом месте в США, и 900 тысяч для тех проектов, которые находятся на территории с низким уровнем занятости. Помимо инвестирования, тот бизнес, в который вы инвестируете денежные средства, должен создать как минимум 10 рабочих мест. Требования по программе минимальны – это законность получения денежных средств и отсутствие судимости. В заявление могут входить инвестор, супруг, супруга и дети до 21 года. Также встречаются ситуации, когда документы оформляют на детей отдельно просто или на супругу и детей, и главный заявитель остается за пределами заявления. Сегодня девушки из Эрнстон-Янг расскажут, почему так некоторые клиенты делают. Преимущества программы – это отсутствие требований, возможность получения грин-карты для всей семьи, отсутствие привязки расположения проекту к проживанию инвестора и высокий процент одобрения петиции. Ежегодно по данной категории виз выдается до 10 тысяч одобрений на визы. И если смотреть, то начиная с 2014 года количество выдаваемых виз приближается к 10 тысячам. И могу сказать, что количество заявлений, хотя это не отображено на этом графике, превышает количество выдаваемых виз, начиная с 2014 года. Для граждан России у нас не такие высокие цифры, и ежегодно выдается около 100 тысяч виз по программе ИБ-5. Лидерами получения данной категории виз являются такие страны, как Китай, Индия, Вьетнам и Южная Корея. По формату инвестирования возможны две версии. Первая – это когда вы инвестируете в свой собственный бизнес, открываете собственную компанию, инвестируете в нее в денежные средства и создаете те самые 10 рабочих мест. Второй вариант участия в программе ИБ-5 – это через региональные центры. Когда вы инвестируете в проект регионального центра, и региональный центр берет на себя всю работу по составлению документов и поиску проектов, а вы непосредственно участвуете в программе в качестве пассивного инвестора. Первая реакция практически всех клиентов – рассмотреть первый вариант создания своего собственного бизнеса, но, несмотря на это, 95% заявителей идут именно через региональные центры. Потому что участие в проекте регионального центра позволяет, во-первых, значительно, многократно уменьшить головную боль с точки зрения составления бизнес-плана и ведения бизнеса. При сумме инвестиций достаточно большой, риск очень велик, что проект может не пойти, а 10 рабочих мест вам придется поддерживать на протяжении нескольких лет, просто для того, чтобы оформить себе документы. Участие в программе через региональные центры дает возможность участвовать в более крупных проектах и дает право учитывать создаваемые посвенные рабочие места, что упрощает процесс. Если мы говорим про инвестирование через региональные центры, срок инвестирования составляет 5-7 лет, доходность у такого инвестирования может составлять от 0,25% годовых, при этом чем выше доходность, тем больше риски. Количество региональных центров значительно увеличилось, начиная с 2007 года, на настоящий момент их около 650. Однако не все региональные центры, которые работают с программой MB5, могут похвалиться отличным, интересным, удачным опытом с точки зрения возврата инвестиций. И здесь мы постарались визуально показать количество региональных центров, которые имеют лицензию, и количество региональных центров, которые вернули денежные средства для своих инвесторов хотя бы по двум проектам. Как мы видим, красный треугольничек, он не очень большой, и мы со своей стороны как раз отбираем те региональные центры, которые уже имеют успешную историю возврата денежных средств более чем по 10 проектам. Таким образом выглядит структура финансирования проекта. Проект имеет несколько каналов финансирования, чаще всего присутствует банковский займ, собственные средства застройщиков и капитал, привлеченный по программе MB5. То есть для застройщиков капитал MB5 – это дополнительный способ привлечения финансирования. Для инвесторов это способ оформления документов, поэтому доходность достаточно низкая. Региональный центр под каждый проект создает новое юридическое лицо, в котором сам региональный центр выступает в качестве генерального партнера, а инвесторы, вступающие в проект, выступают в качестве limited partners. И новообразовавшееся юридическое лицо уже передает денежные средства в проект либо на основании займа, либо в формате equity. У разных региональных центров и даже у одного регионального центра по разным проектам могут быть разные форматы финансирования. Здесь приведены примеры проектов, которые могут встречаться по программе MB5. Чаще всего это строительство коммерческой недвижимости, складские помещения, отели, жилые дома под сдачу в аренду и могут быть инфраструктурные объекты. То есть, когда вы выбираете объект для инвестирования, у вас есть четкая информация, куда пойдут денежные средства и подробный маркетинговый анализ по работе данного проекта в будущем. Таким образом выглядит описание процесса участия в программе MB5 с точки зрения иммиграционного процесса. В начале процесса инвестор выбирает иммиграционного адвоката и региональный центр для инвестирования, собирает свой пакет документов. Пакет документов достаточно прост. Необходимо показать законность получения денежных средств, личные документы, свидетельство о браке, паспорт и прочее. И непосредственно само заявление на участие в программе MB5, которая составляется с иммиграционным адвокатом. В начале же инвестируются денежные средства. И после того, как денежные средства проинвестированы, адвокат подает в Соединенных Штатах первую петицию, которая называется 526. И данную петицию рассматривают приблизительно 1,5-2,5 года. Только после одобрения данной петиции инвестор может получить визу, уже находясь здесь в консульстве Соединенных Штатов, и въехать на территорию США уже по иммиграционной визе. Далее в течение нескольких месяцев инвестор и все члены его семьи получают условную грин-карту, срок действия которой составляет 2 года. По истечении этих двух лет необходимо подать следующую петицию 829, смысл которой заключается в том, что ваши денежные средства находятся до настоящего момента в проекте, и те рабочие места, которые вы обещали согласно бизнес-плану создать, были созданы. Данная петиция рассматривается еще пару лет, и по результатам рассмотрения данной петиции 829 инвестор и члены его семьи получают постоянную грин-карту сроком действия 10 лет, которую они могут обновлять уже в дальнейшем без привязки к проекту. И начиная с момента действия условной грин-карты, инвестор становится налоговым резидентом Соединенных Штатов, про это сегодня Мария Анастасия расскажет чуть более подробно. И также с этого момента начинается отсчет сроков 5 лет для получения гражданства, который инвесторы, члены его семьи могут как получать, так и не получать. Основное отличие наличия грин-карты и паспорта – это возможности путешествовать. Если у вас имеется грин-карта, то вы обязаны находиться более 6 месяцев на территории США. Практически, конечно, проблемы возникают в тех ситуациях, когда вы уезжаете из США более чем на 6 месяцев, но все-таки, если вы планируете получение гражданства, очень рекомендуется действительно проживать в Соединенных Штатах больше чем полгода. И, как я уже проговорила, с момента получения условной первой грин-карты инвестор становится налоговым резидентом. Вложения по программе EB-5 – это 900 тысяч долларов возвратный платеж, он возвращается через 5-7 лет, есть некоторые риски. Административный сбор регионального центра составляет 60-70 тысяч долларов, услуги иммиграционного адвоката по программе составляют от 25 до 40 тысяч долларов в зависимости от адвоката, и государственные пошлины – около 10 тысяч долларов на семью. То есть, у нас получается, что основная сумма инвестиций возвратная – это 900 тысяч, и невозвратные платежи составляют приблизительно 110-120 тысяч долларов в США. И коротко еще раз, почему Second Wind. Основной нашей задачей мы видим именно минимизировать риски для инвестора. Как я проговаривала, не очень большое количество региональных центров может похвалиться историей успешного возврата денежных средств, и так как программа не предоставляет сама по себе гарантии возврата и отсутствует страхование данной инвестиции, то это достаточно важно. Мы стараемся отбирать проекты только тех региональных центров, у кого есть статистика за плечами, и которые давно работают в программе EB-5 и могут показать успешный опыт реализации своих объектов в прошлом. У нас небольшая компания, но за счет этого мы стараемся подобрать решения для каждого инвестора индивидуально и очень подробно объясняем принцип работы, механизм как и программы EB-5, так и всех остальных программ, которые работают на территории США. То есть если инвесторы интересуют визу L1 или EB-1C, мы подробно объясним основные требования, даем вводные данные, прорабатываем вначале, насколько это требуется, с инвестором основные требования по документам, и дальше уже документами занимается иммиграционный адвокат, находящийся на территории США. Как я уже подчеркивала, мы являемся единственной компанией, которая имеет сертификат Ассоциации региональных центров в Соединенных Штатах, и у нас имеется просто огромное количество информации по программе EB-5, обзоры, статистики, данные, которые находятся в открытом доступе, в закрытом доступе, и мы очень любим рассказывать про эту программу. И, наверное, наиболее часто встречающаяся фраза наших клиентов после консультации, наконец-то мне кто-то смог подробно объяснить, как работает программа. Здесь мы подготовили небольшой подарочек для слушателей вебинара сегодня. По этому QR-коду вы можете перейти на страничку нашего сайта и скачать подробную таблицу со всеми типами виз, про которые я сегодня говорила, где перечислены основные требования и сроки рассмотрения. Здесь непосредственно находятся мои контакты, сотовый телефон, WhatsApp, почта. Мы стараемся всегда оперативно отвечать на вопросы и регулярно проводим мероприятия сейчас только в онлайн-режиме. Надеюсь, со следующего года вернемся в офлайн, посвященные инвестиционной миграции и визам для предпринимателей и также в программе IB5. Ну и, естественно, отправляем все необходимые информационные апдейты для наших партнеров. Пожалуй, все с моей стороны. Я вижу, что у нас есть вопросы, но на вопросы у нас будет выделено время в конце вебинара, и я постараюсь на них все ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!